Марат из Гудинов, 2019 год для Ротепа будет судьбоносным. 22 апреля 2019 года ЦАМТА Марат из Гудинов, 2019 год для Ротепа будет судьбоносным. Логотип компании Ротеп. Источник изображения, архив. ЦАМТА, 19 апреля. С уверенностью можно и сказать, что 2019 год для АО Ротеп будет судьбоносным, а нас ждет большой объем работ, заявил в интервью журналу Национальной обороны генеральный директор предприятия Марат из Гудинов. Справочно. История предприятия насчитывает уже более 80 лет. Сегодня Ротеп – визитная карточка отечественной промышленности. О том, как сегодня на заводе решаются вопросы диверсификации производства, кадровой и социальной политики журналу Национальной обороны рассказал генеральный директор АО Ротеп Марат из Гудинов. Ниже приведены несколько фрагментов интервью М. из Гудинова журналу Национальной обороны. Какие направления деятельности являются сегодня для предприятия стратегическими? Сегодня наше предприятие совместно с концерном в Коалмас-Онтей приступило к разработке долгосрочной программы стратегического развития. Были выделены около 10 крупных целей и задач, среди которых диверсификация производства, разработка новых образцов вооружения и военной техники, развитие персонала, повышение качества продукции и выход на новые рынки сбыта. При этом на текущий момент АО Ротеп продолжает изготавливать системы управления корабельной артиллерии для нужд ВМФ России, осваивает производство составных частей зенитно-ракетных систем для сухопутных войск и Воздушно-космических сил России, одновременно проводит работы по глубокой модернизации серийных изделий. За последние годы удалось в разы увеличить объем экспорта продукции предприятия. На сегодняшний день мы участвуем в переговорах с целым рядом иностранных заказчиков по вопросам поставки вооружения и военной техники и сервисного обслуживания ранее поставленных изделий. Как решается задача диверсификации и расширения объемов производства гражданской продукции? В каком именно сегменте вы считаете конкурентно способной гражданскую продукцию, выпускаемую предприятием или планируемую к выпуску? По поручению концерна в 2018 году АО Ротеп успешно освоила производство линий энергоэффективных светодиодных светильников различного исполнения, широко востребованных среди таких заказчиков, как ОАО РЖД, Вдаросавтодор, а также муниципальных и федеральных образовательных учреждений. Особый интерес к продукции появили учреждения здравоохранения, предприятия ЖКХ и, разумеется, отечественные промышленные предприятия. Несмотря на широкую линейку продукции, это порядка 200 типов, сейчас Ротеп ведет работы по разработке уличного светодиодного светильника, работающего с использованием альтернативных энергоисточников накопленной солнечной энергии, ветряной генерации, а также разработку умного светильника. Как складываются взаимоотношения между АО Ротеп и властями города Ассерпухов? Есть ли конкретные примеры взаимодействия? На сегодняшний день помимо того, что Ротеп является крупнейшим налогоплательщиком города, наш коллектив активно участвует в преображении Ассерпухова. Последние годы отмечены особо активным сотрудничеством нашего предприятия и городской администрации. На радость тысяч серпуховичей произошли колоссальные перемены в нашем заводском микрорайоне имени Ногина. В каких выставках и форумах, проводимых в 2019 году, планирует принять участие Ротеп. Этот год будет насыщенным для нас в части посещения выставочных мероприятий. В 2019 году Ротеп примет участие в одной из международных сирийских выставок в рамках сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой и продвижения продукции гражданского назначения. Это будет уже второе посещение арабской страны нашим предприятиям. Ротеп представит новейшее энергоэффективное светодиодное оборудование, производство которого началось в 2018 году и сейчас активно развивается. Широкая линия светодиодного оборудования будет представлена также на Международной промышленной выставке Иннопром-2019 в Екатеринбурге и на Инновационном салоне промышленная светотехника, который пройдет в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» в Кубинке. Отмечу, что в парке «Патриот» в Кубинке представлена постоянно действующая экспозиция военной техники производства нашего завода, расположенная в демоцентре концерна «Алма-Сантей». Главным событием этого года станет традиционное для Ротепа участие в Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. На выставке будут представлена интерактивная экспозиция изделий, разрабатываемых и выпускаемых нашим предприятием. Какие основные задачи поставлены перед предприятием в 2019 году? Сегодня основной задачей для нашего коллектива по-прежнему является безусловное и своевременное выполнение производственной программы предприятия, как в рамках гособронзаказа, так и продукции гражданского назначения. В ближайшее время мы планируем закончить ряд перспективных работ по глубокой модернизации нашей военной техники, а также начать поставку по ряду крупных контрактов в интересах иностранных заказчиков, что обеспечит предприятие необходимым финансированием и ритмичной загрузкой производства. С уверенностью можно и сказать, что 2019 год для завода будет судьбоносным, а нас ждет большой объем работ. Полностью интервью М.Изгудинова опубликована в журнале «Национальная оборона». Право на данный материал принадлежит сам, то материал размещен правообладателем в открытом доступе.